Всем привет! С вами Алекс и сайт Rempc.by В этом видео хотелось бы попытаться как-то все-таки повысить FPS в новом Far Cry 5 для слабых ПК, ноутбуков. Это вполне себе актуально. Давайте смотреть и разбираться, можно ли вообще что-то сделать. Вообще Far Cry 5 на сегодня, на 8 апреля, еще не взломан. Если это событие свершится, то есть я обязательно об этом сообщу. Но все-таки давайте смотреть, можно ли что-то сделать с официальной лицензией Far Cry 5. Для начала посмотрим, какие у него системные требования минималки. Windows 7 64 битой выше, Proce 52400, 3 частота или это AMD FX 6300, 3.5 частота, 8 оперативной, что важно. И видеокарты уровня GTX 670 или R9 270 на 2 ГБ видеопамяти. Ну серьезно, ну стандартная, можно сказать, для ААА и проектов системки. Но мы знаем, что далеко не у всех они есть. Более того, есть ноутбуки, в которых и близко у большинства нет таких системок. Все-таки давайте посмотрим, можно ли будет поиграть в Far Cry 5. Как-то улучшить. На каком ПК я буду это сейчас делать? Значит, 4 ядра, Proce 5600, но 4 ядра, 2 ядра отключил. Поставил 8 оперативной. Можно, конечно, и меньше, но все упирается в видеокарту. Потому что видеокарта у меня 630. Поэтому давайте пока на 8 оперативной, чтобы тут побыстрее были загрузки, все дела. А потом, конечно же, это можно будет применить и на 4 оперативной. Но, правда, будут фризы, просадки и так далее. 0 файл подкачки. Итак, можно, конечно, и на 2 ядрах. Far Cry 5 запустил. Я попробовал запустить. Я попробовал. Он запускается. Но, по большому счету, сейчас мало у кого будет такая конфигурация. Потому что, даже если у вас двухъядерный Proce, он должен поддерживать инструкции с SE 4.1, 4.2. Не то, просто-напросто Far Cry не запустится на процессорах без этих инструкций. Поэтому, зачастую, эти инструкции есть только у четырехъядерных Proce. Да, там еще у A-серии от AMD, а там A4, A6 каких-то есть двухъядерных эти инструкции. Но это еще маловероятнее, что у вас у кого-то такой Proce. Поэтому, давайте пока 4 ядра. Это что-то сродни i3 Proce. Там 8 оперативный обязательно для Far Cry. Если хотите даже на слабеньком ПК поиграть, то 8 оперативный должно быть 100%. Это несложно. И в ПК сделать и в ноуте можно попытаться. Поэтому 8 обязательно. И слабенькая карта GT 630. Давайте посмотрим, что за карта. Значит, вот она GT 630. А в минималках рекомендуется 670 или 7870 на 2 ГБ видеопамяти. 630, причем, у этой 1 ГБ видеопамяти. То есть, вот такие вот серьезные карты. 630 это вообще на уровне там встроенных. Давайте посмотрим. Вот, кстати, у меня здесь статья. Ссылки все будут в описании, кстати, на программку. Процессор свой посмотреть, что поддерживать. И на эту статью. Потому что вот по этой таблице вы можете смотреть, что за Proce, что за видеокарта. И, то есть, что вы можете получить, ориентируясь вот по таблице. Так, кстати, по 630. Какой она будет соответствовать ноутбучной карте? Если от Intel, то это HD Graphics 530. Вот, равна 630. От AMD 630 это примерно... Ну, или 730, 720. Ну, в общем, R7, M440. Вот такие вот карты. Примерно. И от Nvidia 630 примерно соответствуют 920. Ну, 630 и 730, они просто почти одинаковые по мощности. Ну, и учитывая только там есть разница в памяти. DDR5 и DDR3. Вот тут 630 с DDR3. Памятью самая слабенькая вообще 630. В общем, из Nvidia это примерно вот такие карты. GT 920, M. Ну, это чтобы вы ориентировались. Еще не забывайте, что можете более подробно табличку рассмотреть по ссылке в описании. Итак, мы поняли. У меня GT 630 и примерно соответствует слабеньким ноутбучным картам. Так, значит, давайте сейчас буду запускать Far Cry 5. Посмотрим в стоке без настроек, что я могу на этой системе получить. Итак, я в игре. Давайте посмотрим, что по настройкам. Минимум, что здесь можно поставить, это вот. Разрешение 1280 на 720. Все, меньше нет. Хотя, казалось бы, для ноутбуков, для мониторов поменьше. 800 на 600 иногда могло бы сойти. Для ноутов так и вообще норм. Потому что там выше 1366 и не бывает почти. Поэтому 800 на 600 жалко, что нет. Но мы поставим. Есть возможность. Дальше. По настройкам графики. В общем, все, что можно. Вот все-все-все значения я проверил. Все отключил. Все, что можно отключил. Показывает, что из моих 969 видеопамяти 1800 требуется. То есть не хватает. Кстати, давайте вот посмотрим видеокарту. Вот она GT 630. Все минималки. Единственное, вот еще масштабирование. Вот на единицу. То есть можно будет уменьшать и еще разгрузить видеокарту. Получить FPS. Поэтому давайте знаете что. То есть сейчас в стоке на минималках я провожу тест производительности сейчас. И мы смотрим на то, сколько FPS сейчас на данной системе можно получить. Ну, само собой. Сейчас запись поставлю на паузу, чтобы не нагружать процессор и не сбить FPS. Ну что, давайте смотреть результаты. У меня получается минимальная кадра в 7, в среднем 9, максимум 10 кадров. То есть очень-очень мало. Неиграбельно. Никак. Причем, что интересно. Вот я еще мониторинг включу, чтобы вы видели. Или я давайте, кстати, скриншот сделал в процессе, пока шел тест. Вот. Значит, получается, видюха прогружена полностью на 96%. И опорца хватает. То есть этих 4-х ядерных, причем FX слабеньких, 4 ядра, даже чуть ли не 4-х потоковый. Нормально. Хватило. Все убирается в 630-ю карту. Оперативки, кстати, под 8 гиг использованы. Если бы не оперативка, фризы бы такие были, что страх. А так более-менее ровно. Но FPS низкий за счет того, что видеокарта не вытягивает. И, ну, само собой, вся видеопамять использована. Поэтому и даже больше оперативной подъедает. И, кстати, меня бы-то и выкинуло уже. Но не забывайте. У меня еще вот main-redact программка стоит. Вот сейчас Ctrl-F1. И почищу. Вот, резко 10% почистила. То есть не забывайте. Без таких вот мелких программок на слабых ПК игры значительно хуже работают. Все эти программки будут по ссылке в статье в описании. Настройка Far Cry 5. Итак, все. Посмотрели. Запомним. 7 минималки, 10 максималки кадров. Что же сейчас можно? Как можно поднять FPS? Поскольку я сказал, что упирается в видеокарту. Видеокарту можно разгрузить только или снизив разрешение, или снизив... Ну, в основном снизив разрешение. Ну, или, конечно же, отключить или полностью тени, или сглаживание. Что-то вот такое полностью отключить. Потому что зачастую игры не дают этого сделать. И давайте выхожу в меню. Поэтому давайте сейчас пройду в файлы игры. Выйду из игры. Пройду в файлы игры. И мы посмотрим, как их можно немножко еще уменьшить графику. И разрешение, кстати. Итак, что я делаю? Чтобы максимально все было наглядно. Поэтому давайте каждый шаг. Total Commander. Ну, неважно. В общем-то, можете через мой компьютер. Желательно через Total Commander. Удобнее. Захожу в Users. На C. Users. Здесь имя мое какое-то, которое я дал при установке Windows. Так. Дальше нам документы. My Games. Far Cry 5. И здесь есть файлик. Game. Profile. XML. Смотрите, что я могу здесь делать. Обязательно делаем через справка. Не через просмотр, а через справка. Так мы можем вносить изменения в этот файл. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас здесь есть разрешение. Да, часто бывает в играх, но иногда игра не дает его менять. Я, кстати, попробовал. Здесь все получается. Сейчас мы его изменим. Плюс, что интересно. Несмотря на то, что там все стояло на минималках, вроде бы. Смотрите, какая вот у нас настройка. Ambient Quality. Hike стоит. Тоже можно на low будет поставить. Плюс еще можно будет что-то по мелочи попытаться, поискать. Это я, может быть, сейчас все не укажу. Каждую мелочь, что здесь исправить. Я это потом дополню в статье. Но пока точно, что здесь можно. Это разрешение. И вот это вот значение. Ambient Quality. Hike. Тоже поставим. Давайте low. То есть это освещение какое-то... В общем, освещение. И давайте разрешение поставим тоже. 800 на 600. Давайте поставим. Так. 800 на 600. Ну и плюс тоже здесь давайте. Хотя здесь вроде бы оно не влияет. Здесь вот я почему-то пробовал, но не обязательно. Главное там поставить. Так. Значит, я поставил 800. Да, не забывайте. Прежде чем заходите этот файлик редактировать, возьмите оригинал. Просто скопируйте куда-то в другое место. Чтобы потом при каких-то тут путанице какой-то вы с легкостью могли оригинальный вбросить назад. Не забывайте это. Так. У меня просто уже есть скопирован. Так, 800 на 600 я поставил. И вот этот ambient low поставил. Обязательно сохраняем наши изменения. Захожу в игру. Итак, я зашел в игру. Что интересно, сразу же вот все стало крупнее. Даже мониторинг. Вон какой крупный стал. Давайте смотрим в настроечке. Нельзя же было меньше, чем 1280 на 720 поставить. Да, Far Cry 5. А смотрите, сколько у меня сейчас там стоит. Вон. 800 на 600. Ну да, сейчас шрифты как-то по стране стали смотреться. Но да неважно. Вон. Можно рассмотреть. 800 на 600 стало. Вручную можно изменить. Видюха та же. Смотрите. GT 630. Надеюсь, вам там будет все видно. По настройкам графики тоже. Пока все минималки. Масштабирование не трогал. Единица. Давайте я делаю F5 тест производительности. Смотрим, насколько повысится FPS. Итак, тест закончился. Давайте смотреть результат. Минимальный 11, максимальный 15. То есть, получили 5 кадров. Пожалуйста, работает снижение разрешения вручную. Far Cry 5 работает. На лицензии. То есть, я это уже делаю целый день. Ничего меня не блокирует. То есть, да и тут же не влияешь там на сетевую или еще что-то. Ну, снизил разрешение, доснизил. Вроде ничего не должно быть за это. В общем, 5 кадров получил. Поэтому, имейте в виду, снижением разрешения уже... Ну, понятно, что все равно 11, 15 не особо-то играбельно. Но имейте в виду, то у кого-то ж может быть там было изначально 20, 25. А сейчас станет 25, 30. Или даже... Ну, там вообще было там 25, 30. А сейчас чуть повыше станет. Соответственно, если на ноутбуке... То есть, ну, есть в этом какой-то смысл. Имейте в виду, что кому-то будет полезно. Плюс, давайте посмотрим по загрузке. Я опять же сделал скриншот. И у меня получается по скриншоту... Так, ну, гик видеопамяти. Да, видюха полностью прогружена. И вот моих даже... Ну, пятнашка кадров бывает. Причем взрыв был. То есть, явный прирост в производительности FPS заметен. То есть, невооруженным глазом можно получить. Имейте в виду. Дальше. Что любопытно. Что любопытно. У нас же еще есть масштабирование. Давайте посмотрим. Да, конечно, картинка станет еще чуть похуже. Но мы, по крайней мере... Вот я не знаю, почему оно сбросилось. Интересно, кстати. Секунду. Так, да, я посмотрел. Сбросилось. Ну, сейчас попробую опять верну. Кстати, вот... Хотел вам показать. Даже при 8 оперативной... У меня все равно скакивает программка. Не хватило оперативной памяти. Поэтому... И это еще мне помогает MemRedact. Она постоянно чистит оперативку. Обязательно ставьте эту программку. И тут даже на 8 факта и вас будет выкидывать. Ну, без файла подкачки, само собой. Давайте сейчас еще раз поставлю. Ну, секунду. Итак, я вернул. Давайте посмотрим. Только что зашел. Разрешение. 800 на 600. Ну, да, может и слетел. Или... Ну, один раз перед тем, как начать играть, можно вполне себе поставить. GT 630. Все так и осталось. Так, по графике давайте все то же самое. Ну, давайте сейчас попробуем еще снизить масштабировать. Ну, в предел, так уже сказать. Ну, понятно, что картинка может совсем будет криповая. Но нам нужно знать пока максимально, что можно получить. Давайте запускаю тест. Секунду. Итак, давайте смотреть, что я получил. Получил минимум 13. Максимум уже 24 кадрового. Учитывая то, что начинали мы, было только 7-10. Ох же, 24 стало. Ну, давайте посмотрим картинку. Кстати, часть хотя бы картинки. Немножко криповая такая картинка, наверное. Но, в то же время, 20+. Единственная, да, только вот, ну, что у нас тут, видеопамять забита. Видюха полностью. Ну, и проц вот уже поднагрузился. Хоть ядра поднагрузились. 80-90% стали. То есть, получается, что у нас только одна погрузка у меня тут была, вроде, да, до 13 кадров. А так все более или менее так работало. Ну, в общем, получил по 20 кадров. Да, сейчас вот мы видим все чуть-чуть. Стало, опять разрешение сбилось. Но это после теста. Может быть, там как-то файлы как-то конфигурируются, оно сбилось. Может быть, если в тест не делать, может быть, оно и не будет сбиваться. То есть, то, что прописали. В общем, можно получить максимум 24 кадра. Учитывая то, что было 10. Я получил, ну, прирост в 200 с чем-то процентов. То есть, ну, вот, я думаю, достаточно-таки нормально можно получить. Ну, понятно, что можно не вдаваться в крайности, не ставить там полностью масштабирование, а понемножку и там, и там, или разрешение сбросить. В общем, можно. Можно повысить FPS. Так, что я еще хотел сказать по... По настройке. В итоге Far Cry 5 можно, конечно же, поиграть на слабых ПК. Не сатяя на то, что разработчики думают, что, может, не стоит, там, разрешение ниже давать. А в ноутбуке-то есть, скажете. Но игра не для ноутбуков. Нет, в ноутах есть достаточно нормальная карта. Хотя бы, если взять, вот будет у вас в описании ссылочка. Я уже делал тест на 550 Ti, допустим, карте. Она чуть мощнее, чем 630. Но все равно далеко еще не подходит под минималки. И на ней там можно играть с нормальной картинкой в HD-разрешении. Можно играть вполне. Поэтому тест посмотрите в описании. Поэтому поиграть можно на слабых картах. И на ноуте поиграть можно. Единственное, по настройке, смотрите, и по процессу. На двух ядрах игра запускается. Но имейте в виду, если ваш процессор не поддерживает вот эти вот инструкции, SSE 4.1 и 4.2, у вас Far Cry 5 не запустится. Как и последний Assassin's Creed Origins. Поэтому, чтобы проверить, что поддержит ваш процессор, вот эту программку тоже будет в статье по ссылке в описании. Тоже ее скачайте, бесплатная программка. Я ее прикреплю. И запустите, посмотрите, что поддержит ваш процессор. Если не поддержит эти инструкции, то ни последний Assassin's Creed, ни Far Cry 5 у вас работать не будут пока. Хотя разработчики иногда, бывает, со временем могут добавить эту поддержку. Чтобы без этих инструкций запускалась игра. Но пока такого нет. Имейте это в виду. А так можно поиграть на слабых ПК. Немножко поднастроить. Я еще попробую более тонкую сделать настройку. Опять же, добавлю это все там в статье. Опять же, по ссылке в описании. Все будет там. А вы пока не забывайте, что все будет в описании. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Вот все здесь игры, которые я тестил. В одном месте, в алфейтном порядке, для удобства. То есть, все здесь. Здесь много различных советов и рекомендаций. Плюс, не забывайте, что у нас на сайте rimpc.by открылся форум, в который вы можете обращаться. По каким вопросам? Во-первых, спросите, на каких настройках и какая игра у вас пойдет. Пойдет ли у меня Far Cry 5? Сколько будет FPS? Здесь админы вам все ответят. Дальше по железу. Что купить, что подобрать, что как разогнать или еще что-то. Или заказать с Алиэкспресса, там может по дешевочке. Также, что еще любопытно, выслать видео-тест свой можете. Уже высылают, чтобы попасть на канал в рубрику запуски на слабых ПК. Здесь тоже можете высылать свои тесты. Читать, заходить. И видео-обзоры также можете игр высылать. Плюс, различные советы и рекомендации можете на rimpc.by. Ну, что-то советовать, идеи и так далее. В общем, можете вступать в нашу команду. Все, в общем-то, все ссылочки будут в описании. И вам здесь что-то только пройти простенькую регистрацию. И все, там можете уже писать, спрашивать и так далее. Все, это была более такая тонкая настройка Far Cry 5 для слабых ПК ноутбуков. Повысить FPS, снизить разрешение и так далее. Берите, пробуйте, смотрите, отписывайте в комментах в статье. Там будут админы вам отвечать и помогать, если что. Все, с вами был Alex и сайт rimpc.by. Продолжаю дальше следить за Far Cry 5, когда будет взлом Far Cry 5. Ну и так далее, оптимизация, настройка. Спасибо за просмотр.